Здравствуйте дорогие друзья с вами снова Елена и последнее видео наше которое я запланировала на сегодня это как любить влюбить в себя знак близнеца это касается близнецов по солнцу и это также тех у кого асцидент находится в близнецах так что если вы попадаете под эту категорию вам это будет полезно послушать ну а тем кто собирается только связать жизнь с человеком с подобными параметрами вам есть чем подумать итак поговорим о нашем близнеце ну я вам могу сказать что если вы охотитесь за близнецом а вот женщина или мужчина вы должны понимать одну простую истину наш близнец постоянен только в собственном непостоянстве то есть вы получаете себе в партнеры нечто такое необычное текучее такое как ртуть вроде она есть но не собрать не поднять ее невозможно как ветер который вроде бы хотел схватить руками а он у тебя вышмыгнул и куда-то делся то есть вы имеете дело с воздушным знаком у него есть свои особенности если вы не готовы соответствовать этого этим особенностям то в конце этого видео вы скажете нет близнец это не мой партнер и может быть правильно сделайте но если вы чувствуете что вам по силам не только влюбить себя близнеца но еще и удержать его возле себя это пожалуй будет гораздо труднее чем влюбить в себя влюбляться он и сам гораздо без всяких там сложностей а вот удержать его возле себя это задача номер ну что ж приступим к изучению этого сложного объекта и подумаем как же нам все-таки его влюбить себе так чтобы он сидел возле наших ног и даже радовался того что он от нас никуда не деваться такой близнец близнецы часто обижаются на мои характеристики как будто я их выставляю клоунами вот которые не могут себе место нагреть но и ведь дорогие мои друзья что обижаться на то что как бы лежит на поверхности близнец считает себе солнцем а его свет должен касаться всех поэтому остановиться на ком-то единственным и неповторимым для близнеца задача одна из самых наитруднейших у них бывают только роковые встречи вот когда начинаешь выяснять в кого влюбился близнец вот так чтобы на смерти всерьез как правило это бывает знак рака он им не подходит ни под каким соусом это совершенно две разные натуры неуловимый близнец и обстоятельный рак который особенно если эта девушка рак который домовито который нужно совсем другое но вот эти две противоположности невероятным образом друг друга притягивают как правило эти союзы долго не существует по разным обстоятельствам потому что действительно непостижимая летучесть близнецов рано или поздно начинает измучивать рак и как правило раки со временем отказываются от этих раздражающих их близнецов потому что вытерпеть это невозможно потому что они живут вот совершенно в разных плоскостях и только если рак пожелает вытерпеть близнеца близнец постарается измениться для рака из этого может что-то получиться но такие какие-то удивительные вещи как не влюбился до беспамятства так это обязательно для близнеца партнер знака рака как для того чтобы наверное все таки близнец сделал какие-то усилия над собой и изменился потому что если близнец не будет меняться то он просто обречен на одиночество и не потому что он не котируется среди других знаков зодиака нет наоборот близнецы невероятно обаятельные привлекательные они могут быть некрасивые в полном смысле этого слова с идеальными чертами лица я сейчас говорю о мужчинах-близнецах но при этом при всем они будут настолько очаровательные что любая женщина красавица которая мнит о себе не бог весь что невольно попадает под их чары и делается доступной для них жертвой только потому что невозможно устоять перед ними они юморят они веселые они умеют поговорить они тысячу комплиментов знают они умеют ухаживать и чувствуешь себя рядом с ними действительно согретым как будто солнышко рядом с мне не нужно солнце потому что мне тепло от тебя это любая женщина может сказать о близнецах а близнецы с удовольствием согреют свою очередную пассию потому что они для этого созданы но остановиться они не могут вот ведь в чем вопрос носиться по этому миру кочевать по всем двенадцати спальням каждого знака для них и совершенно естественно их все время гонит за шеи мысль нет это не но я я хочу пей вот я я еще там не был я и того не видел и вот это вот бесконечное ощущение новизны ощущение новизны хочу 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 я боюсь остановиться я не хочу останавливаться и заставляет их кочевать в бесконечном порыве так что ж как говорится не влюблять себя близнецы скажут женщина они жаждут их они о них мечтают они хотят с ними серьезных отношений да дорогие мои для того чтобы эти отношения действительно были серьезны как бы вы не пыжились как бы вы не старались у вас ничего не выйдет пока сам близнец этого не пожелает вот такая вот есть особенность и ничего с этим поделать как говорится невозможно каждая очередная пассия близнецом надеется на то что она так сказать та единственная неповторимая потому что если понаблюдать за близнецом он явно выглядит влюбленным просто и дамам не приходит на ум что влюбиться близнецу что высморкаться извините соворожение состояние влюбленности это для него огонь который им движется состояние как бы вот этих вот флюидов которые дает первозданное ощущение любви для них живительные соки которыми питаться которыми они живут но стоит этим взаимоотношениям перейти в более спокойную фазу то что называется семьей и близнецы явно начинают скучать поэтому если вы хотите их удержать вот вам первый совет дайте им новизну помните пожалуйста что близнецы невероятные экспериментаторы особенно в сфере любовных взаимоотношений могу вам сказать что всякая неформальная любовь не будем называть ее по отдельности но всякие вот эти вещи которые шокируют некоторые круги общества близнецы могут проверить на себе только в виде экспериментаторства почему и нет а че не попробуйте это че не попробуйте это так ради штуки и поскольку даже если допустить что они до таких высот доходы то есть экспериментировать самым нетрадиционным образом могут только для того чтобы познать что то новенькое то неудивительно что как только во взаимоотношения затесывается рутина то есть спокойствие какое-то приходит однообразие близнецы к ним теряет интерес поэтому их надо постоянно как-то волновать что-то им предлагать такое интересное вот эти ролевые игры всякого рода может быть вы к ним и не готовы но тогда поймите правильно что близнецу надо как-то разнообразить его жизнь если все вот так как по заведенной линеечке с утра до ночи одно и то же все в одной позе все в одном вопросе все ничего не меняется при подобных моментах его удержать возле себя будет невозможно он заскучает он будет придумывать тысячу поводов к вам не появиться потом возникнут еще какие-то моменты то он работает то он еще поймите правильно может он и работает а может быть он сейчас уже гордняется за очередной юбкой которая собственно говоря показалась ему привлекательной ведь это свежесть это новые взаимоотношения это новые интересы и прочее сейчас близнецы на меня обидятся скажут что мы не такие мы мы другие но если вы уже чувствуете себя не таким значит и вы остепеняетесь потихонечку значит вы получили какую-то опору или рядом с вами человек для которого вы хотите меняться и слава богу что вы не такие но если вы уже встретили человека для которого готовы над собой работать вспомните себя до этого момента ведь я ничуть не покривила душой сколько в вашей жизни было всяких любовных встреч экспериментов расставаний когда вы уходили от человека и оставляли его в непонятках что произошло что что изменилось что вас оттолкнуло и вы же не говорите что вы устали от однообразия и вам уже не хватает так сказать веселья и вы его пошли искать на стороне а то что вы от чего вы устали вы закинули но что есть то есть нечего что то и полировать или скрывать что рутина разрушает ваше желание быть с этим человеком хотя любая семейная жизнь это прежде всего распорядок это прежде всего какие-то налаженные взаимоотношения которые должны повторяться и за дня в день чтобы людям было легче друг другом жить но именно это и отпугивает близнецов вот в чем парадокс и почему считается что они мало приспособлены для семейной жизни часто партнеры близнецов влюбленно воспринимают за любовь но влюбленность если она в это чувство не перерастает а так бывает зачастую у близнецов как быстро вспыхивает так быстро и гаснет а вот если все таки на их пути встречается женщина ради которой они намного готовы это значит что их влюбленность переросла в любовь не всегда правда везет но я вот вам уже говорила близнецы мужчина и женщина рак это просто какое-то наказание для близнецов они готовы жить с этим знаком и постоянно на него напарываться вот как не познакомиться он даже не спрашивает ни о чем а потом сильно удивляется боже мой мне опять понравился рак но так бывает так бывает это два близлежащих знака и много они еще друг от друга как бы берут потому что в общем целом поэтому близнецы в раке видят какого-то единомышленника что-то такое родное казалось бы им знакомое это не удивительно но учитывая что это два совершенно разных человека если близнец пожелает удержать возле себя рака ему придется очень сильно над собой работать эту рутину которую он избегает все таки в себе воспитывать и даже радоваться этому многие не проходят напоминаю эти испытания но тот кто собственно над собой сильно поработал в том невероятно счастливы хотя постоянные всплески настроений которые ему рак демонстрирует в женском исполнении слишком большие требования которые раки выкатывают против близнецов могут разрушить и уже так сказать любовные прочные взаимоотношения но люди разные что там городить огород хотя природа настойчиво их сводит между собой как будто бы все время проверять тот или иной знак на прочность желая чтобы все таки эти двое жили между собой но увы они это только для очень продуманных людей союза вообще природа очень своеобразно скроила близнецов это пожалуй единственный знак который может найти подход к любому знаку зодиака вот он как-то умудряется так легко себе преподать что любой знак зодиака даже своими заковырками и тараканами в голове чувствует в близнеце какую-то родственную душу раскрывается перед ними очень делается доступным для близнецов влюбляется в эти близнецы так что это удивительно я больше сколько ни думала такого знака не подберу который так легко и непринужденный может войти в жизнь любого знака зодиака и причем он будет рад и даже будет заискивать перед близнецами и искать с ними общение дополнительно так что это удивительный талант но я думаю что он дан все таки близнецам от природы она решила им помочь поэтому они вхожи в любые двери и в любые постели и сколько бы не обижались на меня близнецы могу сказать что если уже им природа вложила возможно это говорится с каждым знаком зодиака то она забыла к этому приложить моральные принципы которыми близнецы не обременены поэтому совершенно спокойно не задумываясь о том что они нанесли кому-то большую боль что кто-то будет потом сильно переживать рабани с ними и прочее вот уходит одного человека к другому напоминаю не заботись о том что это было аморально как минимум если человек не понимает а почему его оставили а близнецы не считают нужным проводить какие-то беседы на этот счет они просто исчезают по-английски так сказать все процесс пошел и думаешь что хочешь поэтому многие женщины обижаются на мужчин близнецов собственно говоря считают их непонятными отвратительными их поступки и собственно говоря жестокими людьми ну что что есть то есть но я вам сейчас разъяснила почему в основном близнецы делают ноги от своих партнерш особо не рассказывая почему это случилось просто они устали от однообразия значит партнерше не удалось быть для них единственной неповторимой и такой переменчивой как им бы хотелось сегодня она мальвина завтра она собственно говоря разбойница послезавтра она медсестра а там еще чего-нибудь такое и чтобы еще с огоньком и с экспериментами в постели если ему предлагают одно и то же блюдо пусть подогретое но одно и то же этим близнеца возле себя не удержишь так что дорогие дамы и близнецы для женщин с огоньком с фантазией глубокой ну и склонные ко всякого рода экспериментаторству в постели вот это еще можете его увлечь на какое-то время а можете привязать если вам удастся ну плюс еще интеллект без которого у близнеца как говорится с вами диалог не получится глупых женщин они презирают они могут воспользоваться их красотой и телом но это не значит что они собственно говоря надолго здесь останутся если было доступно чем не воспользоваться но отнюдь на вот этих одноизвеленных особей они не западут потому что это интеллектуальный знак ему надо поговорить ему надо пообщаться у него вообще масса всяких претензий в смысле ума а если вот забыл бог положить в эту голову так что ж ну что ж воспользовались чем есть и арли ведерчи особо ускоряет расставание с близнецом постоянное выяснение отношений если вы пытаетесь срамить ставить ему на вид и то есть все пятое десятое получать его как жить и прочее это явный путь чтобы близнец как можно быстрее сделал ноги долго он конечно не задержится вот потому что больше всего на свете он не любит когда его поучают читает ему норовое учение и прочее вот поэтому в данном случае подобные личности избегают максимально быстро ну как то у нас не сложилось с позитивными качествами нашего близнеца но он сторонник свободных взаимоотношений ничто не должно намекать на то что он лишен своих свобод ему нужно и общаться со своими друзьями и женщина должна с этим смириться ему нужно ремонтировать свой автомобиль в гараже он может пропадать сколько угодно долго ему нужно работать и вы его можете не видеть целый день собственно говоря и чтобы еще не читали морали не призывали его совести и так далее но так что получается у нас какой-то злодей вот он не злодей и все что он делает он делает это не со зла просто так его сложила природа он неуловим один из самых неуловимых он открывает воздушные знаки и соответственно дорогие мои друзья это воздух в чистом виде ну попробуйте удержать возле себя воздух ну попробуйте пожалуйста лечь на него или схватить его руками или пощупать он есть и его нет вот точно так же живут близнецы они в этом не виноваты это просто такой особенный знак неловимости желание почувствовать что-то новое вот и они конечно же дорогие мои друзья тоже степеняются и бывают такие случаи что например близнецы женятся очень рано ну по разным обстоятельствам чаще всего это обстоятельства так называемые залеты а поскольку они еще не успели разбаловаться раскрепоститься до невозможности развратиться скажем так то собственно говоря эту семейную жизнь начинают воспринимать как естественное состояние своей души и такие бывают случаи а бывает что близнец остепеняется в каком-то возрасте и понимая что дело уже попахивает одиночеством и все его уже одногодки имеют по нескольку детей и собственно говоря озабочены давно вопросами житейскими он все болтается между небом и землей тоже начинает стремиться к женитьбе но в основном только потому что надо без особой потребности в этом вопросе но только потому что надо как живется женщина с близнецом которому уже надо осилить гнездо это вопрос отдельный и тут конечно ваши комментарии имеют место быть вот или остепеняется ради великой любви которая у них случилась и которая собственно говоря напрочь их лишило желания вообще от этой женщины куда-то уходить и такая бывает на старуху пророха но опять же в основном в своем существе близнец все-таки принадлежит всем и никому одновременно по сути дела природа не караила близнеца как семейную особь зато она его наделила невероятными талантами которые собственно хватило бы на трех представителей других знаков невероятные ораторы у них постоянно идеи если ему взбрело в голову заниматься коммерцией это у них удается прекраснейшие композиторы например вагнер это тоже были близнецы таблица лейбница это тоже близнецы из них и наука их может увлекать они невероятно могут освоить иностранные языки о чем другие мечтают а к ним просто пристает они легко очень все запоминают у них как-то складывается Уитмин это известный поэт это тоже близнец то есть у них есть таланты которые собственно говоря могут их держать на плаву их увлекать они могут посвятить всю свою жизнь и так далее а вот семейственность в том понимании как мы ее понимаем вот эта ничейка установленные правила и все живут по расписанию раз и навсегда заведенному увы это не для знака близнецы ну что есть то есть но как с этим совладать конечно эти мужчины в основном для женщин которые не создают им постоянные вот эти вот не успел зайти наоборот где ты был что ты делал ну-ка рассказывай ты туда ходил ты сюда вот эти ревнивые особи которые удушающе держат за горло и прочее ни близнец этого не выдержит ни женщина не выдержит потому что она сойдет с ума все время подозревая своего мужа в изменах может в этом и есть смысл но если вы ревнивая собственница вам вообще от близнецов надо держаться подальше ничего хорошего кроме разрушенной судьбы они вам не подарят и так если вы жесткая собственница близнецы категорически не для вас это подарок для женщин другого толка милых веселых интеллектуальных приятных во всех отношениях которые на секс смотрят не как на рутину как на эксперимент людей особого свойства вот если им удается встретиться на на пути друг с другом как им будет весело как им будет замечательно сколько веселья будет сколько света будет от них сколько душевных переживаний может быть с пытом у них будет не очень но то что эти друг друга будут дополнять не отравлять друг другу жизнь это да но чтобы найти такого партнера близнецу очень многом придется искать его а женщинам подобного рода если вы все подыскивали себе партнер и тот вам не подходит и этот не подходит посмотрите внимательно на близнецов если вы не собираетесь его постоянно жучить где он ходит что он делает и так далее если вы свободны так называемо и легко смотрите на свободные взаимоотношения то близнец это как раз ваш партнер с ним будет весело и задорно правда расставание с ним всегда более отчаянья но вы заведомо искали такого партнера вот он собственно и придет на ваш порог женщины близнецы от мужчин близнецов отличаются конечно они более домовитые об этом и говорить нечего я посвятила это видео в основном мужчинам близнецам которые явно выбиваются из общего контура близнецов напоминаю женщины очень приятны во всех отношениях партнерши могут быть невероятно прекрасными супругами особенно для тех мужчин которые не привязывают их к дому и не заставляют их побатрачить на этот дом позволяет им социально выражаться и общаться с обществом в общем то тогда собственно говоря они не чувствуют себя в клетке и спокойно занимаются теми делами которыми бог отвел а вот мужчины здесь стоят особнячком вот их мы собственно здесь особо пристально и рассмотрели в этом видео да это сложный типаж скажем так достаточно ответственно с ним жить обещать что он будет вам верен всю вашу жизнь не может никто даже сам близнец он верен только тем женщинам которые уникальны то есть по сути дела они разнообразные каждый день они подкидывают близнецам все время какой-нибудь ребус по разгадыванию их души их особенностей все время склонны к эксперименту вот ради таких женщин близнецы сами себя и остепенят и будут жаждать с ней общения ну такой женщине еще надо родиться на белом свете а с вами была Елена застанье приacaks fiquei ガッ он его находится м